Всем привет! С вами ArtColor и сегодня мы рисуем ландыши в лесу. Итак, давайте начнем с наброска. У нас такой интересный пейзаж. У нас на первом плане ландыши и плюс у нас здесь есть и вода, и дальний план. Итак, начнем с наброска. Начнем с дальнего плана. Он у нас занимает не так много пространства, он довольно-таки узкий. И мы с вами показываем вот этот берег дальнего плана. Эта часть будет отведена у нас с вами на берег. Здесь у нас будет довольно-таки крупное дерево. Рядом с ними еще одно. Вот здесь тоже будет дерево. Я выделю только крупные деревья, мелкие мы с вами наметим уже в процессе работы. И так же где-то вот здесь у нас уже лежит упавшее дерево такое. Мы тоже с вами его показываем. Рядышком вот так вдоль береговой линии у нас будет мох. Давайте сразу прорисуем отражение основных деревьев в воде. Их, конечно, будет гораздо больше, но пока мы с вами наметим вот таким образом основное. Итак, рисуем ландыши. Один у нас будет вот здесь. Наметим сами цветы, они будут в этом пространстве. Другой у нас будет чуть-чуть приподниматься и его цветы будут в этом овале. И начнем рисовать. Смотрите, делаем такой полукруг. И такие вот снизу движения, как юбочку такую мы с вами собираем. Один цветочек. Такой шарик с юбочкой снизу. Еще вот один цветочек. Поменьше, немножко прятаться вот за этот цветок. Повыше. Они все объединяются с такими стебельками. Еще вот один. Тоже стебель. И потом вот один общий стебель, на котором все и держится. На котором они все и будут держаться. От него вот идет такой, это здесь широкий листик, заворачивается. И возвращаем объем этого листика вот сюда. Рядом с ним перекрывает немного. Листик смотрит прямо на нас. Вот такой треугольничек. Тут убираем лишнее. Пошире вот тут сделаем. Здесь тоже листик довольно-таки широкий наметим. На нас выступает листик. Такой спускается. Вот такой. Вот такой вот листик у нас торчит. И другая часть заходит вот туда. Не забывайте убрать лишние бриковые линии, которые им уже не нужны. Ну и один листик просто будет вот туда уходить. И с этой стороны закончу. Покажем вот эти ландыши. Они прям сильно вниз. Вот так вот собираются в шарик. Показываем. Начнем с цветочков. Снизу. Цветочки будут как побольше, так и поменьше. Стебельки у каждого цветочка. И один общий стебелек. Убираем обвал вокруг. И здесь будет не такая густая растительность. Здесь будет вот один лист. Вот так вот он уходит. Вот. Другой листик. Здесь еще один такой довольно-таки широкий лист. Тоже без всяких заворотов каких-то. Вот так. Сбавим карандаш витон. Итак, я возьму большую кисть, возьму голубой. И сделаю пару таких намеков на то, что где-то просвечивает небо. На дальнем плане. Дальше я беру лимонную. Забавляю. Не перемешиваю желтую и темную. Обязательно поднимаем так же вверх, чтобы небо у нас просто только просвечивало в каких-то местах. И возьму охристый цвет, охру золотистую. Тоже сюда добавлю. Беру зеленую травяную. Я возьму темно-зеленый, плюс зеленая травяная, плюс синий-зеленый. И сделаю еще некоторые намеки на листики. Работаю кончиком кисти, либо боком кисти, как удобнее. Не закрашиваем все, а делаем только вот такие намеки. Нам детализированный прям сильный дальний план не нужен. Я возьму синий-зеленую и начну делать береговую линию. Лист влажный, все это смешивается и дает нужный эффект. Беру сепию и примешиваю к низу, немножко поднимаю вверх. И никак не детализирую, просто оставляю таким образом. Беру сепию и темно-фиолетовый и начинаю делать тень под береговой линией. Также, если вы хотите участвовать и выбирать вместе со мной темы для моих уроков, референсов и так далее, то подписывайтесь на мой инстаграм. Он указан под видео в описании. Немножко выделим уже деревья этим же цветом. Несмотря на то, что лист влажный, некоторые деревья у нас разойдутся как раз-таки, этого нам и нужно. Где-то они смешаются с нашим оттенком, где-то сольются с фоном. Это все хорошо будет выглядеть на данном плане, который не должен отвлекать на себя много внимания. Я его оставлю пока вот в таком виде. Возьму больше ярко-зеленого и добавлю сюда лимонную. В береговой линии буду сюда примешивать еще зеленый оттенок. Мы покажем это как такой вот мох, здесь который лежит. Еще раз возьмем цвет серии плюс фиолетовое и темное. И вот здесь делаем потемнение. Кстати, этим же цветом давайте вообще вернем наше дерево, которое повалилось. Про него с вами забудем. Вот так. Я добавляю больше желтый, беру кисть побольше и работаю именно уже с водой. На первую охру, добавляю ее водой и закрываю то, что будет перед нами. Берем вот этот цвет сюда, добавляем. Добавлю сюда темно-зеленый и красную, светлую. Разбавлю водой и сделаю наметки на сухие листья. Пока я просто разложу такой цвет по нашей работе. Такой грязно-зеленый, какой-то серо-зеленый, такой подглушенный очень. Возьму темно-зеленый и добавлю сюда. И начну работать, продолжу точнее, с нашей береговой линией. Чем ближе к нашему берегу, тем темнее я делаю. Продолжение следует... Зеленый открытым цветом также добавлю на вот этот вот, на воду. Тот же самый цвет добавляю сюда, где у нас будут листики сухие. Но не полностью, добавляем ее только чуть-чуть. Возьму больше сепи и добавлю сюда. Делаем ландыш и добавляем аккуратнее. Я возьму сепию темно-фиолетовую и травяную зеленую. И таким оттенком я покажу деревья, которые у нас крупные, которые мы очень хорошо видим. Почему мы добавляем зеленый, это связано опять-таки с окружающей атмосферой вокруг наших деревьев. То есть много листвы, зелени и это дает своеобразный рефлекс на сами деревья. Они хоть темные, но видно премиси зеленого. Давайте вот здесь вот растушуем. Этим же цветом мы добавляем на нашу реку, воду, что тут у нас находится. Возьму вот этот оттенок, который у нас остался и добавлю на деревья зеленый такой. Так же возьмем брюшоную и добавляем отражение от остальной растительности. Они будут уже не такие яркие. Я возьму лимонную плюс зеленую травяную и начну закрывать листики у ландышей. Я возьму сиенную травяную плюс фиолетовая темная и плюс умбра. И намечу листики. Нужно сделать несколько форм, которые находились прямо перед нами. Я возьму ультрамарин плюс охрум и получу такой блеклый зеленый. Продолжим им делать листики на нашей работе. Я беру зеленую травяную плюс синий зеленый плюс лимонная. И начинаю работать с нашими листиками. Аккуратно растушевываю цвет. Также вот здесь у нас тоже. И я просто сюда доделаю отражение. Тут будет просто отражение. Продолжим работу. Показываю вот этот листик, который заворачивается. И так делаем со всеми листиками ландышей. Добавлю темно-зеленый и выделю уже более детально. Во-первых, покажем стебелек, как крепятся наши цветочки все вот сюда. Выделим форму некоторых листиков. Обязательно растушевываем там, где это необходимо. Продолжение следует... Но не закрашиваем предыдущие цвета. Я его пожалуй беру. Мне кажется он лишний. Возьму более крупную кисть. Встушую и добавлю сюда просто охру. И наш теневой цвет это сепия плюс фиолетовая темная. Вяжем по всем нашим листочкам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я возьму желтую темную йохру сильно развету их водой. И аккуратно добавлю на ландыши. Также я возьму травяную зеленую и тоже добавлю на их шапочки очень аккуратно. Потому что белый цвет у нас отражает все. Потому что белый цвет у нас отражает все. И в данном случае это также рефлекс на ландышах от окружающей их обстановки. Беру ультрамарин плюс оранжевый. Получаю такой серенький оттенок и аккуратно выделяю форму наших ландышей. Продолжение следует... Продолжение следует... Уберу наш желто-зеленый цвет. Аккуратно добавляю на такие вот белые линии, которые остались. Чуть их растушую. Добавлю темные. Добавлю темные. Вернусь к ультрамарине плюс оранжевая. И выделю ландыши. Более ярко их форму. Разделю их между собой. Вернусь к ультрамарин плюс оранжевая. Вернусь к ультрамарин плюс оранжевая. Забавим сюда капельку зеленый-темный. И покажем наши капельки. Поднимем и делаем такую тень аккуратно. Прямо на листиках. Дальше я возьму травяную зеленую. И вверху, не закрашивая при этом белый, который перед нами, вверху просто добавляю такой оттенок. Таким образом мы с вами покажем капельки. В данном случае мы используем зеленый, потому что рисуем на зеленых листиках. Здесь у меня просто капельки остались. Давайте закроем темным цветом. Беру сепию. Беру сепию. Беру сепию плюс к ультрамарин. Показываю, что здесь лежит веточка. Несколько веточек. Это желез. Также можно взять белый титановый и выделить небольшой такой контур у листиков. В серединку. Причем он идет не именно по контуру такой вот белой части, а они идут именно немножко дальше от контура. На некоторые ландыши можно выделить контур. Берем по контура. У меня следует... Информация. Сверху. Берем. Бррюс. Ага. Автор сепию. Брюс. 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 также можно сделать работу еще интереснее у меня есть вот такой набор металлики и кастельные цветы я хочу подзолотить листики которые здесь находятся я просто хочу показать вам данный набор вы естественно если у вас нет данных цветов их не используете либо можете просто посмотреть и приобретете возможно какие-то новые для себя цвета и так и добавлю такие вот золотистые листики также можно взять золото и добавила бронзу добавила золото от стеков можно добавить какой-то такой светлый золото инков что вот перед нами светятся блестят все вот эти листики очень такой интересный эффект получается кстати тоже мне еще понравился цвет называется охра петербургская тоже можно добавить вот сюда то такой пастельный оттенок это все акварель один из наборов которые я недавно приобрела также можно добавить например сюда темное серебро и и наша работа будет смотреться более декоративной но уже совсем другой также я возьму светлое серебро и добавлю на наши ландыши пусть они тоже будут блестеть и также можно выделить капельки тоже светлым серебром пусть они тоже тут блестят на листиках чем нет вот так возьмем с вами умру плюс сепия и на дальнем плане добавим немного веточек можно темным оттенком добавить также палочки веточки какие-то то же самое здесь и на этом мы с вами заканчиваем с вами была art color спасибо за внимание увидимся в следующее воскресенье воскресенье